На улице Рябиновой место выбрано для ВИП-кладбища, пояс, что-то вроде второго Ваганькова. Кладбище для элиты, для захоронения умерших россиян, внесших значительный вклад в развитие гуманитарных сфер, культуры, науки, видных общественных деятелей. Так пояснили в столичной мэрии. Вот такое непростое кладбище. Кладбище для элиты, которого мне не видать, и которое будет несбыточной мечтой, если уже думать, помнить о смерти, как мне велел на таджеском языке делать поцелуева. Вот недосягаемое для меня кладбище для элиты – маразм. Очередной маразм наших властей. Да почему маразм-то? Потому что, ну, потому что человек просыпается 20 октября, мы с тобой, правда, мы с тобой блистательны, я более-то менее, мы говорим с утра о кладбище для них. В городе нечем дышать, в городе нет мест, город застроили чудовищными адрами. А они все ли равно мертвому, где его хоронят? Главное, чтобы вспоминали хорошо, в Москве уже жить негде, дышать ничем. А вы в некрополе собрались строить лишняя земля, так сделайте зеленую зону отдыха для живых, а мертвых – загород. С чем лично я столкнулся в своей жизни, вот, есть мемориальное кладбище в Львове подобное. Так. Есть подобное мемориальное кладбище в Харькове, причем закрытое. И по кладбищу, честно говоря, пошел погулять, посмотреть плиты, так сказать. И вот идешь, 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 прямая дорожка, смотришь налево, старинные, совершенно мраморные надгробия, красивейшие, то есть там с резьбой по камню, с ангелами. И дорожка упирается в могилу, могила абсолютно современная, хотя кладбище считается закрытым. Ну и написано там, Сурен Макардачан, допустим, какой-нибудь. Дальше и годы жизни, дальше там очередная дорожка упирается, у сторонников на дорожках просто. Да, вот о чем. Вот чему мы придем неизбежно, обсуждая элитные кладбища. Кто будет определять, какой ты вклад внес, кто? Там будет чистое... Мы читали совсем недавно, как одного паренька приговорили к отправлению про отцам. Будет оцеплено вот это вот элитное кладбище на улице Рябиновой, будет оцеплено в один из дней. Грузинчик, молдаванчик, таджик, дедушка такой-то. Все будет превращено в место захоронения этих людей. Кто будет определять, что ты сделал для общества?